Всем привет! Принято считать, что отношения между животными определяют инстинкты, и максимум, на что они способны, размножаться, заботиться о потомстве, ну и иногда служить человеку. Но в реальности все намного сложнее. Те, кого мы привыкли считать ограниченными и агрессивными существами, неожиданно оказываются способны на поступки, которые невозможно объяснить обычной логикой. И сегодня для вас 5 невероятных случаев, когда животные спасли друг друга. Ничего не предвещало беды. Два ящерообразных друга отдыхали себе в теньке. Как вдруг на одного из них напала зеленая змея и сразу применила свой коронный прием. На кадрах видно, как она все сильнее и сильнее стала душить свою жертву. Тем временем, второй ящер не очень-то спешит на помощь. Он расслабленно наблюдает за происходящим, как бы дает другу шанс победить зеленого змея самостоятельно. Не хочет подмочить его авторитет. Но затем становится очевидно, дружок-то совершенно не обучен приемам выхода из удушающего захвата. Тогда ящер неистово бросился в бой и снес врага парой точных и мощных ударов. После чего змей моментально дал заднюю, типа не при делах. А обиженный друг просто встал, отряхнулся и даже спасибо не сказал. Он ведь и сам мог. Так что давайте восстановим справедливость и поставим отважному геккону лайк! Просматривая фрагменты этого видео, вегетарианцы пожалуй еще сильнее укрепятся в своем выборе. Ведь пример стойкости духа им демонстрирует один из самых свирепых и беспощадных хищников на планете. Обессилевшая травмированная ворона угодила прямиком в бассейн к косолапому. Случайные зрители замерли в ожидании моментальной кармы. Но что это? Миша и не помышляет лакомиться пернатой. Вместо этого он извлек ворону из бассейна, уложил ее на землю и слегка покосившись от отвращения, вернулся к своему привычному овощному меню. А на десерт, довольный собой, попозировал на камеру. Крокодил не упускает возможности полакомиться маленькими бегемотиками. Ну а взрослые особи бегемота с мощными нижними резцами больно мстят рептилиям при первом удобном случае. Так случилось и в тот день. Как известно, крокодилов на водопой никто не приглашает, но они обходятся и без приглашения. В этот раз зазевалась молодая зебра, которая уже через минуту оказалась в воде. К счастью, поблизости оказалась целая эскадра бегемотов. Баталия продолжалась пятнадцать минут, после чего крока оттеснили в освоясе, а зебре в сопровождении бегемотов все же удалось выбраться на берег. Будем надеяться, что печальный опыт и чудесное спасение сделают это доверчивое животное чуть-чуть осторожнее. Крысы не самые милые создания во Вселенной и далеко не самые приятные соседи. Случается, они подворовывают, переносят с собой всякую дрянь, да и вообще заходят без стука. Одним словом, доставляют в повседневной жизни массу неудобств. Но когда на общую территорию вползает вот такой непрошенный гость, то волей-неволей приходится забыть о взаимных обидах. Кажется, обезьянье семейство накануне грандиозного шухера. И, о нет, крыса оказывается в жуткой пасти змея и утрачивает всякую надежду на спасение. Но такой исход, кажется, не устраивает главу семейства, да и других его членов. И хотя крыса уже машет лапкой, самец продолжает спасательную операцию. Теперь все зависит от того, выдержит ли хвост. Отчаянный рывок самца и да, хвост цел, крыса спасена, все вздохнули с облегчением. Хотя тут еще не все так гладко. Может, обезьяны просто решили отбить добычу у змеи и так неистово боролись за свой обед? Хотя это лишь предположение. Мы же с вами будем надеяться на лучшее. Если вместо пары острых клыков и когтистых лап судьба подарила тебе пару тоненьких рожек и таких же ножек, твоей участи уж точно не позавидуешь. И если уж становишься обедом, то рассчитывать приходится лишь на чудо. Для антилопы импала, доставшийся на обед леопарду, таким чудом стал крупнейший самец бабуина. В это трудно поверить, но в такой ситуации он повел себя как настоящему... эээ... бабуин. Один вид этого агрессивного и самоуверенного комка шерсти заставил большую сильную кошку бросить свою добычу и бежать, что называется, без оглядки. К счастью, спасение подоспело вовремя. Оправившись от болевого и эмоционального шока, антилопа умчалась по своим делам. Рекомендуем канал Апельсин. Невероятные факты, загадочные происшествия и смешные истории из жизни. В общем, все для вашего хорошего настроения. Подписывайтесь прямо сейчас. Ссылка на экране и в описании. А пока все! Поделитесь этим видео с друзьями и до новых встреч!